Вырабатывает пот Так, фуражки всем снять Маленький, вперед поставь Так, время у кого? Подскажите 15 минут 8 Сколько? 15 минут 8 15 минут потеряли на подъем Нормально это? Вы смотрели фильм Апостол? Да И вот там, который дежурный офицер подходит Этот, который пониже, я не знаю, как его фамилия Он лежит, спит, одевши И он постоял, постоял Потихонечку только Тронул его, вот так вот, только задел его Чуть-чуть, он соскочил Он не знает, кто перед ним Ординарис или генерал Он мгновенно Такими делается не в один день Это учить вот сейчас надо Все сейчас сконцентрировалось На маленьких А они одеваются долго А почему? Почему не потренируете? Хорошая погода была Палатки расстелили Одеться, раздеться Она будет быстро делать это И в дом сдают Они там все это делают быстро А как? Я вам показал Вот она стоит, копается Один сапог надел, а другой не знает А эти взрослые, которые уже большие-то Они ходят уже, встали Сходили в туалет, ходят То есть как будто этих детей не существует Я-то утрами не бываю Я не видел, что такое безобразие Ты ее сразу схватила Вытащила рядом скамейку Заранее протри ее Положи палатку, чтобы ей было не холодно И сразу тут же обуваться Чтобы она сразу обувалась Сапожки ей подали Ей потребуется времени Ровно столько, сколько тебе Так, мы договорились, Владимир, что вы вместе с ними Почему утром они не поднялись вместе? Когда подъем, вы, чтобы до одного они вышли быстро оттуда Проходит 10 минут Я хожу А где ребята приезжие Никто не знает Сергей, где? Не знаю Ну, не Виталий же спрашивает Ему трын трава Хоть сегодня исчезнет весь белый свет Я открываю вашу келью Они в постели Уже 10 минут стоят, ждут Но ни один не открыл келью, не посмотрел Встали они или не встали Это что, забота о детях? Кое-как раскачал Этот лежит Где этот? Вот этот особенно Рядом с ним, товарищ Заранее предупредите Утром поднимать В руках будет холодная кружка воды Как только он не встал Его сразу окатил Все, он выскочил Один-другой раз А просто суши Или мокрый спать будешь Один день Ну все, научились И ни в Японии Нигде, где готовят людей Настоящих воинов В спарте Вспомните, как было Если вы не знаете, почитайте Они специально готовятся Быть воинами-защитниками И против одного спартанца Выставляли иногда 5-6 человек И они побеждали А как вот на выпускной вечер Рукавички-то, конечно, снять надо на молитве Как? Вот сегодня Закончили вы школу Ребята, поздравляем По ЕГЭ не сдавали Сегодня Ты готовишься к экзаменам Экзамен будет через 3 месяца Пошел вон отсюда Его выбрасывают за ворота Ворота закрыты Все Через 3 месяца Ты явишься и покажешь Что ты сделал Вот какой он был Ни копейки, ничего Его выбросили А как ты выживешь? А теперь посмотрим Спарта Вошла в историю мира Как они умели защищать Как расширялось государство Как они стояли Как пало спарта и почему Это полезно? Очень полезно А у нас так Пошел по рыбу Сегодня Вернулся Так забыл ведро взять Значит рыбу ловит как? Один карасик В руке? Или как? Да зачем ты пошел-то? Я пошла в школу Идет У меня племянница Мать говорит Ты все взяла? Она остановилась Все взяла А книжки где? Я перфель забыла Перфель она забыла Взрослые поехали Картошку тяпать На производстве дали Сели в машину Ты взял это взял Ты закурить взял взял А тяпок нету А куда поехали-то? Ты самое главное возьми с собой Желание угодить Богу Видишь он как комариков боится И в шапку руку засунет И извертелся весь Комар это полезно Он не малярийный Он не дает сгущение крови Мы сегодня сейчас туда вернемся Я вам кое-что еще расскажу У нас оказывается Во время поста мясо едят Или готовятся есть Лягушек ловят и жарят Ну да Мы покажем На веревочке притащили Некоторые уже французами стали У них это деликатес Это ничего особенного Но она к рыбе относится Или к животному Еще надо разобраться Все Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Боже милости будь ко мне грешному Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молитву ради Пречистой Божьей Матери И всех святых Помилуй нас Аминь Слава тебе Боже наш Слава тебе Царю небесный Утешителю души истины И живи с детской И вся исполняя Сокровище благих И жизни подателю Приди вселись овны И очистины от всяких скверных И спаси блаже души наша Пресвятая Троица Помилуй нас Господи Очисти грехи наши Владыка Прости беззакония наши Святой посети Исцели немощи Наши имени Твоего ради Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И ныне и всегда И во веки веков Аминь Отче наш Сущий на небесах Да светится имя Твое Да придет царство Твое Да будет воля Твоя И на земле Как на небе Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам грехи наши Как и мы прощаем Должникам нашим И не веди нас во искушение Но избавь нас от лукавого Восстав после сна Попреподаем к Твоим стопам Благи И ангельскую песнь Возглашаем Тебе сильной Свят 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 Ты Боже По молитвам Богородицы Помилуй И ныне Спастили от славы отцу и сыну и святому духу И ныне Спастили от сна Ты поднял меня Господи Просвети мою ум и сердце И открою ста мои Чтобы воспевать Тебя Святая Троица Свят 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 Ты Боже По молитвам Богородицы Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Встав после сна Благодарю Тебя Святая Троица Что по великой Твоей милости И долготерпению Ты Боже Не прогневался на меня Ленивый и грешный И не прекратил Жизни моей Среди беззакония Но оказал мне Обычное Твое Человеколюбие И воздик Меня лежащего Без сознания Чтобы принести Тебе Утреннюю молитву И прославить Власть Твою И теперь Просвети мои мысли Открою ста мои Чтобы мне Поучаться Слову Твоему Разуметь Заповеди Твои Исполнять Волю Твою Прославлять Тебя В благодарном сердце И воспевать Святейшее имя Твое Отца И Сына И Святого Духа Ныне и всегда И во веки Вечный Аминь Придите Поклонимся Царю нашему Богу Придите Поклонимся И припойдем К Христу Царю нашему Богу Придите Поклонимся И припойдем К самому Христу Царю и Богу Нашему Господь Пастырь мой Я ни в чем Не буду нуждаться Он покоит меня На злачных пажетях И водит меня К водам тихим Подкрепляет Душу мою Направляет меня На стези Правды Ради имени Своего Если я пойду И долиною Смертной тени Не убоюсь Зла Потому что Ты со мной Твой жезл И твой посох Они успокаивают Меня Ты приготовил Предо мною Трапезу Ввиду врагов Моих Умастил Елеем Голову мою Чаша Моя Преисполнена Так Благость И милость Твоя Досопровождают Меня Во все дни Жизни Моей И я Пребуду В доме Господнем Многие Дни Слава Отцу и Сыну И Святому Духу И ныне И всегда И во веки Вечные Аллилуйя 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 Слава Тебе Боже Аллилуйя 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 Слава Тебе Боже Аллилуйя 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 Слава Тебе Боже Одну Господу Христу Богородице Ангелу Хранителю По одной Молете И по одному поклону всем святым Потому что утренняя молитва Не должна зря затягиваться Боже, очисти меня грешного Так как я никогда не делал доброго пред Тобой Избавь меня от зла И пусть будет во мне Твоя воля Дай мне безнаказанно открыть мои недостойные Ставь восхвалять святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне, всегда и во веки Вечные Аминь Вот здесь, здесь, здесь Где красным обозначено Лесни еще Да, три молитвы Многомилостивый, всемилостивый Бог мой Господь Иисус Христос По своей многое любви сошел на землю Воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель Спаси меня благодатью Твою Молю Тебя, ибо если по делам Спасешь меня, то это не будет Благодатью и даром, но более Делом Ей многие в щедротах и незреченной в милости Ибо ты сказал, что верующий в меня Жив будет и не увидит смерти Во век и так Если вера в Тебя спасает Отчаявшихся, то верую Спаси меня Ибо Ты Бог мой Создатель Вера же вместо дел, да вменится мне Боже мой, потому что совершенно не найти Дела правдующих меня Но это вера Да будет превыше всего, да ответит за меня Да оправдает меня, да явит Причастником славы Твоей вечной И да не похитит меня Сатана и не похвалится Слово, что отторг меня от Твоих Рук и ограды, но или хочу Спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее, скорее погиб я Ибо Ты Бог мой От чрева матери моей Сподоби меня, Господи Возлюбить Тебя теперь Так же, как я возлюбил когда-то свой Тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя Без лени, усердно Как прежде потрудился сатане прельщающему Особенно же потружусь для Тебя, Господа И Бога моего, Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне и всегда и вовеки Веков Аминь Святой Ангел, поставленный Хранить мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня за невоздержание мое И не дай возможности злому демону Подчинить меня себе преобладанием Этого смертного тела Возьми крепко несчастную Опустившуюся руку мою Выведи меня на путь спасения О, Святой Ангел Божий Хранитель, покровитель бедной моей души и тела Прости мне все, чем я оскорбил Тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил Прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения Вражеского, чтобы мне не прогневать Бога Никаким грехом И молись за меня, Господу Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом Достойным своей милости Аминь Пресвятая Владычица, моя Богородица Своими святыми Всесильными молитвами Отгони от меня смиренного несчастного раба Твоего Уныния, забвения, неразумия, нерадения Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы Из окаянного моего сердца И помраченного ума моего И погаси пламя моих страстей Ибо я у Бога несчастье Избавь меня от многих Пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причистое имя Твое славится Во веки вечные Аминь Боже, будь милостив ко мне грешному Создай мне, Господи, помилуй меня Без числа я согрешил, Господи Прости меня, грешного помилуй И благослови Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешным Слава Тебе, наш Бог Иегова Авваочи Свят, свят, свят Господь Саввау Вся земля полна Слава Его, Аллилуйя Слава Вышне Богу На земле мир В человеках благоволения Аллилуйя Благодарю Тебя, Господь, за тот день В который дал мне веру в Тебя Страх пред Тобою И ожидания суда Божия Аллилуйя Благодарю Тебя, Господи Божий мой За тот день, в который дал мне Святую Библию И указал на толкование Святых Отцов, как на истину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Присна Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего спаси нас С молитвами Своими Ангел Христов Хранитель мой Святой Моли Бога Мне грешнее Добрый мой ангел Благодарю Тебя Столько лет Ты хранил душу мою Не покинешь смертный час Когда душа будет разлучаться от тела И проведи душу мою Помытарством Веди ее Навеки В вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Ян Креститель Претеча Христов Моли Бога О нас Мужчина с Господи Житий в бедности Имея пропитание Одежды Быть благочестивым И довольным И каждому дару И жилье Сергею Дудину И Гавриилу Святитель Христов Никола Мерликийский Чудотворец Образ кротости Воздержания Добрый архипастырь Словесных овец Моли Бога О нас Да даст нам Господь Все потребное Для сей жизни И для будущей Пошли добрых детей Знающих Тебя Любящих уставы Твои И добрых жителей Таких же И расширь пределы Общим Святые пророки Молите Бога О нас Илья 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 Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свой Дабы день Прихода Твою Нашего отшествия Не застал Неготовыми Но чтобы Вышли нацречь У Тебя С горящими Светильниками Истинной веры И сосудами Полными Илья Добрых дел Соделаны В Духе Святом С любовью Аллилуйя Святые ангелы Архангелы Херувимы Серафимы Все небесные силы Престолу Божию Предстоящие Молите Бога О нас Святые апостолы Петр и Павел Вангелисты Матфея Марк Лука Да дарует Господь Жажду Исследовать Священное Писание Ибо через них Мы думаем Иметь жизнь Вечную А не Свидетельствуют О Тебе Аллилуйя Святые мученики Мученицы Молите Бога О нас Анфим Якомедийский Климент Анкирский Да укрепит Народ свой Дабы никто Не принял Очертания Зверя Антихриста Коснись Сердце Вениамина Анфима Обрати И недобрые Истреби Из них И страши Родителей За такое Воспитание Ложное Святые отцы Василий Великий Григорий Богослов Ян Златоус Молите Бога О нас Засохрани С нас Господь Святой Православной Вере Святые Жены И Девы Молите Бога О нас Да дарует Господь Женам И Девам Послушание И молчание Целомудрие И стыдливость И сохрани Их От всяческого Поругания Исправ Непокоримость Галины Семейства Евгений Надежды 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 Свят Анна Мария Раиса Лариса Марина Юли Елены И Иоанны Галины Галины Лидии И услыши Нашу молитву И Прими И воздеяние Рук Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Господи Божий Наш Соедини Нашу Молитву С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе И на земле Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И Прими Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси И Помилуй Аллилуйя Аминь И Господи Говори Владыка Слушает И Слышит Раб Твой Аминь Доброе утро Так Рассаживайтесь Ту Где Можете Надеть Шапочки Можете Надеть Девочка Молитву Посадите В колышку Рядом Чтобы Они могли Держаться А Другой За другой Колышек Фрося Посади На угол К себе Посади Там Рядом И держи Кто-то Сядь Рядом С ней Она Не Понимает Оля Подвинься К ней Чтобы Рукой Поддерживать Куда Пошла Так Маленькая Маленькая Ну ты можешь Нет Да не так Сядь рядом Ну Протяни К ней Руку Обнимите С двух Сторон Все Протяни Руку И держи Чтобы Она Не опрокинулась Вот так Держите На ней Руку Вот Не трудно Делать Что я Сказал Так Всегда Делать Создать Безопасность Смотри Как Хорошо Во имя Отца И Сына И Сына И Сына И Духа Аминь Аминь Евангелие От Матфея 4 глава 17 стих С того Времени Иисус Начал Проповедовать И говорить Покайтесь Ибо Приблизилось Царство Небесное Толкование Иисус Начал Проповедовать За Времени Заключения Иоанна Потому что Ждал Что Сперва Иоанн Засвидетельствовал О нем И Приготовил Для него Путь Которым Ему Надлежало Идти Подобно Как Рыбы Приготовляют Путь Своим Повелителям Подобно Как Рабы Простите Приготовляют Путь Своим Повелителям Будучи Равен Отцу Господь Имел В Иоанне Своего Пророка Так же Как Отец Его И Бог Имел Отпечатывается Под Книга Делается Желтой И Портится Ну не трудно Бумажку Подложить Хоть сколько Заложу Все выбрасывают Я не могу Поверить Что само по себе Это делается Непрерывно Всюду Везде Злые Духи Демоны Когда Спрашивают Сатану Какой Самой Большой Победой Можешь Похвалиться Ну там Людей На революцию Настроил В другом Месте Научил Делать Расстрелы 58 Статья Он Говорит Самая Большая Моя Победа Та Что Я сумел Доказать Что Меня Нету Нету Человек Я живу Ты не Сам Делаешь Вот Вы Садитесь За Стол Так Подожди Посмотри Сюда Я Вам Говорю Когда Садитесь В левую руку Кусочек В правую Ложку И вы Этого Не можете Никак Понять Как Это Непонятно Танцуют Разворачиваются Спортивным Где-то В комплексе Работают Это Все Могут Но Поклониться Не Могут Ложку Держать Не Могут Что Сам По Себе Вот Как Ты Везде В чашку Обхапали И едят Вот так Как Свиньи В Германии Везде Этому Никто Не Учит Отсюда Вывод Учит Учит Только Он Невидимый Учитель Это Он Учит Но Не Могут Все Одинаково Делать Здесь Учишь И Ничего Не Принимается Только Отвернусь Он Опять Руку Под Стол В Левой Руке Кусочек Она Рука Под Столом Я Еще Слова Не Сказал Вижу Он Опять Рука Под Столом И За Стол Будете Выходить Будете Стоять Напротив Его Очень Легко Учить Он Знает Раб Не Научится Если Останется Ненаказанным Премудрый Соломон Раб Не Научится Его Надо Учить А Для Раба Что Нужно Корм Работа И Палка Ну Корм Понятно Завтрак Обед Ужин У Мусульман Дважды У них Двойное Питание Утром И Вечером Я Рассказывал Как они Ягненка Закололи Пастухи Двое Но Мы Сегодня Поедим У нас Мясо Костер Далеко Видать В ночи Странники Подворачивает Вот Уже Сидит Трое Четверо Пятеро И Когда Стали Хлебать Сварилось Кажется 36 Человек Уже Сидит И Ни Один Лишний Не Будет Вот Что Их Объединяет А у нас Я Тебе Не Звал Пошел Ты Ты Сам Заработай Падло Русский Человек Совершенно Другой Менталитет Имеет Самый Дурной И Поэтому Русский Человек Не Вызывает Доверия В мире Ни У кого Немцы Едут На Курорты Где-то Курорты Международные Но Сейчас Один Вопрос Стает А русские Будут Отдыхать Будут Было Ночью Цунами Показывает Ну Цунами Что это Все Разворощенное Куча Сметена Он Стал Посмотреть Дуууу Надо же Мы Вчера Тут Устроили Дебош Но Я Не Думал Что Такой Сильный А то Цунами Прошло Он Думает Что Они Устроили Дебош Такой Свернули Все А Что Бьют Вазы Я Заплачу Я Русский Миллиардер Дурь Это Не собачья Дурь Демонская Дурь Как ведут Себя Тихо Другие Нации Вот Мы Проехали Русский Никого Не признает И вот Вы Подрастающее Поколение Такое Друг друга Душите Вот Этот Вчера Душил Другого Ну Касань Покажи Как ты Душил Его Кого Он Душил Он Меня Душил Давай Выйди Вот Посмотрите Двое Русских Еще Он Делает С ним Покажи Во А что Это означает Какие Последствия Я его Отправляю Во вторник И больше Он Никогда В лагере Не будет Ты Не туда Попал Дружок В самом Начале Еще Когда Только Выезжали Ты Во дворе Начал Колбасить Тебя Уже Заносило Все Качаются На качели Он Один То есть Ему Обратите Внимание Мозгов Нету Но он Подтягивается Больше Всех Я На этом Буду Ужать А негде Хватает Душит Русский Русского Это вчера Происшествия Какие только Были Так А другой Ну-ка Встань Кто пнул Девочку Какую девочку Подведи Сюда Ну давай Встань Вот сюда Тебе Сколько лет Десять Ей пять Посмотрите Ну это Разная весовая Категория Да это Девочка К ней Прикасаться Нельзя Ты Что с ней Сделал Пнул Ее под зад Это что Это человек Будет В древней Греции Его бы казнили Сразу Это растет Новый щекотило Он не должен Давать потомство Мальчик Шестилетний Ну на год Повыше ее Поймал перепелку И ножки Отстриг ей Верховный суд Эллада заседал И приговорили К смерти И казнили его Что из него Дальше будет Девочка Которая беззащитная И ты не нашел Нигде Применить свою силу Вот смотри На его лицо На все Он уже отжил Я с тобой Возиться должен Здесь Ты поклониться Я даже вчера Не захотел Как надо Тебя надо было Ломать Беззаконник Если бы все Были трупы вокруг Тогда бы он был Доволен Пнуть Кого пнуть Ты погляди на нее Глянь на нее Как тебе не стыдно Не сказать Что пьяный был Зачем ты ее пнул Объясни За то что Громче говори Что ты сусолишь За то что Не давала Качели Ну ты мог ей сказать Отойди Или что то Сказал Деспот Вот кто может С ним заниматься Вот Владимир Ты занимаешься С людьми Ты видел что делается Это вчера Только за один день Сколько было Это русский русского Зачем такая нация Этот вопрос Митя Карамазов Задавал старству Засима Отец На отца своего Зачем такой человек На земле живет Зачем И наконец Бросился бежать Офицер Армии Зачем Эта тварь Живет на земле Он об отце родном Говорит О Федоре Зачем ты живешь На земле Ты знаешь Нет Ты после этого Удара Ты будешь бит Сто кратно Тебя гнобить будет Ты до 30 лет Не доживешь За один этот пинок Ты его прости Он глупый Неразумный Иди с Богом Становись Тебя не исправить уже Если ты дошел До такой степени Что пятилетнюю девочку В два раза моложе себя И пнуть Я уже отказываюсь Так Сегодняшний день такой Кто в лагере будет Взять его на веревочку Мы уходим Все Остаешься Ты знаешь что такое Петелька ему Чтобы ни на шаг Никуда его не отпускать Дальше посмотрим К девочкам на один метр Близко не подходить нигде Ненавистник Вот оно Откуда все начинается Вчера говорят На костре были И кто-то куда-то Уходил далеко Кто уходил в другую сторону От костра Выйдите сюда Так Войдите Кто уходил Вот он огорожен Смотрите у нас Как огорожено Сидеть можно Петь Им это не надо Он рвется в другую Палестину Так Ты тоже ходила Ну давай начнем С наших Которые были Куда ты пошла Я лягушек ловить А? Лягушек ловить Лягушек ловить Лягушек ловить Да зачем же она нужна Лягушек ловить Да их не там ловят Когда у нас был Коркаршуненок воспитывался Дети набирали А она тебе зачем лягушка Не знает Так Ну а теперь представьте Руки ноги свяжем Тебе рот разеним И жареную лягушку Будем толкать в рот Тебе приятно будет А что нет-то Ни зачем Мама разберется И папа Иди Так Второй Ты зачем выходила От костра Я лягушек ловил Скажи помешательство какое Ну тут самое главное Что на лягушек Моду-то кто им дал Никита Твоя работа Отказывается Смотри Головой машет Смотри Никита Твоя работа Саранчи все началось Когда я тебе говорила Никита Не делай этого Дети смотрят В прошлый раз Плоды-то какие растут Тебе уже надо попятиться Ты видишь это дети Они смотрят не на слова наши На дела Ты про лягушку что говорил Расскажи Что так подействовало У тебя сила убеждения оказалась Как у Сократа Ну лягушащий хозяин Говори Как готовят лягушку Правильно Зачем они это знание нужны Когда в России Это не принято Ты мог говорить во Франции Или собрался уезжать Жениться Найти себе Жанну какую-то Я не знаю Он осмотрелся Биар Гриллся И вот решил преподать урок Но там не на детях А там взрослый Спецназ Я уже их детям Так я прошу тебя Попроси у детей прощения Это первое Что ты дырной пример показал Простите меня Нет ты встань Дети Простите Он хотел по-хорошему Вас приучить Посмотреть Но получилась вот такая оказия Садись лягушатик Ты для чего пошел Это все твоя паства Уже третий А ты для чего Лягушка садись А ты Лягушка пошел Камыши они еще рвали там А? Четыре, пять Так кто еще там был А ты Простя где спряталась Лягушатница Я не ходила по столу Я камыш собирать Что ты трусишь Камыш собирать Камыш рядом Камыш не надо собирать Лягушек ловить И когда Меня уже тошнит от лягушек Это шестая паства Ты одним разом Веслагерь развратил мне Какая сила убеждения Ты воспитатель Ты должен теперь отвечать За свои слова Несколько людей ушли Все я понял Понял У вас в Канаде лягушек нету Да не видел 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 Ну а зачем я тебе Русские лягушки-то По-другому квакают А ты А я уходила Чтобы нарвать камыш И позвать тех кто ушел А что за камыш такой Какой камыш Ну Это Бальки Да Бальки такие вот А они опасные Это гранаты А она тлеть может День целый В одной деревне Были пожары И не могли найти В чем дело Оказывается Ездила шестилетняя девочка Она эти бальки зажигала И бросала И загоралась ночью Пол деревни спалила Кое-то Кое-как поймали Бальки Вот это На камыше Утолщение Такое Красивое Растет Их нельзя трогать Так Остальные Где Куда делись Ты тоже Ходил Понятно Что значит Наше поведение И прочее А то никуда Не годится Мы эту Лягушку Покажем Как ее Привязали А то Дядя Никита Показал Она руки Ноги Раскинула Вот так вот Как человек Распятый Там она В лагере Висит Никогда Это у нас Не было Чтобы такой Авторитет У лягушатников Был Так Слушайте Дальше Будучи равен Отцу Господь имел В Иоанне Своего пророка Так же Как и отец Его и Бог Имел пророков До Иоанна Впрочем И сии Были пророками Как отца Так и сына Царство Небесное Есть и Христос И добродетельная жизнь Ибо Когда Кто живет На земле Как ангел Не небесный ли он Итак Вот как жить Как ангел Итак В каждом из нас Есть Царство Небесное Если Живем По Евангелию Выделено Жирным Это выделено Жирным Игнатием Тихоновичем И подчеркнуто И на эти слова Блаженного Фефилакта Он дает комментарий На сегодняшний день Таких комментариев Я даю 297 Это впервые За 900 лет Коснулись Блаженного Фефилакта Он мертвый Застывший А теперь Оживился Искупленное Искупленное Чадо Всем сердцем Поверившее В то Что Иисус Умер Именно За Него Принесшее Покаяние За свое Прошлое И принявшее Крещение Для оставления Грехов Омывается От скверны Святой Купели Из мертвых Ставшее Живым Не может Не проповедовать Будь это даже Совершенно Неграмотная Больная Столетняя Старушка Вот так Деяние 22.16 Итак Что ты медлишь Встань Крестись Я мой Грехи твои Призвав Имя Господа Иисуса Одно из Самых Такая не призовешь Имя Господа Иисуса О крещении Говорить не надо Дальше Одно из Самых Страшных Наказаний Для возрожденной Души Никому не Рассказывать Об Искупителе Иисусе Христе Это Старобрядец Уже Деяние 5.28 У Старобрядцев 300 лет Под запретом Не любишь Проповедовать Страшно тебе Дорога только К Старобрядцам Там Ты уже В своей среде Будешь Благовестника Ни одного Не было За 300 лет Это Мертвое озеро О котором Пишет книга Так называется Роман Николая Алексеевича Некрасова Деяние 5.28 Не запретили ли мы Вам Накрепко Учить Имени Семь И вот Вы наполнили Иерусалим Учением Вашим И хотите Навести на нас Кровь Того Человека А сами Говорили Кровь Христа На нас И на Десять Наших А тут Хотите Навести Как быстро Обстановка Меняется Петр же И апостолы В ответ Сказали Должно Повиноваться Больше Богу Нежели Человекам Мы Во всем Должны Подражать Нашему Господу Христу Смотреть На него Через Слово Его Чтобы Уподобиться Ему Во всем Вот смотри Прошлый раз Были Дети Садились И на Одной Жердочке Это трудно Сидеть И ковыркнется Ни один Воспитатель Ничего Не заметил Я вижу Сидят Качаются А на Эти Сидят Они Свободны Сразу Жерди Взяли Привезли Прибили У нас Жердей Хватает Все Теперь Девочки Маленькие Как будто Их не видят Ну вот Им сказали Это от вас Зависит И они Ничего Не надо делать Только сказать Вы же Воспитатель Ну откройте Глаза Ну не Виталий Уже этим Занимается Он работник Он свое Дело Там должен Делать Вот сидят И она Она не спит Она не упадет Но это Подконтрольно Вот так Всегда и надо Делать Перчатка Упала Потом не найдете Положите Крепко В карман Это Виталий Эта игра Не нужна Положи в карман Развесил Только зашел Уже развесил Нигде Никакие вещи Не оставляйте Здесь Должен быть Платочек Это сказать Правый Платочек Левый Перчатки Не толкай Куда попало У тебя Их не будет Уже уронил Не сказал бы Ушел Просто Искусственный Провокатор Грязные Перчатки Сохранить Не может Дядька Здоровый Ты сделай Так Чтобы Вот смотри Внимательно Вчера Мне звонят Звонят Когда я Потный Не могу Никак Ну звонят Я же не знаю Кто Я вытаскиваю Свой вот этот Куда Телефон Кладу Он под зарядкой И она у меня падает Я не найду Нигде Я говорю Володя Подойди Помоги Галендухин Владимир Все Чем кончилось То что я пришил Смотри какой теперь хвостик Вот Все пожалуйста Сразу нашел Вчера Она черная Не видно Я не вижу Он Походил Походил Гляжу Нашел Говорит Вот он где Все Ну не надо заставлять Ты понял Теряется Теряется И заметь Как сейчас Ножовку выпустили Да раньше Ножовка была Одного цвета А сейчас Ручка С черным С белым Красный Куда не положил Сразу нашел То есть Это так и должно быть Вот я спрашиваю Красный свет Запретительный Зеленый разрешительный А почему не наоборот Спрашиваю Шоферов не знают Ну кто знает Почему стоп Везде красный свет Подними руку Кто знает Давай Двое знают Внимательно Громко Потому что он виден И при ночи И днем Хорошо А почему его хорошо видно Все Пока не знают Не учили Вон еще один Давай Потому что красный Обычно яркий И его хорошо видно Что Красный Обычно яркий И хорошо видно Ну почему Ты повторил То же самое Почему красный Далеко видно Кровь Опасно Почему Кровь Опасно Кровь Я знаю Что Кровь Ты сказал Уже По сознанию Что остановится Инфракрасное излучение Чувствительность глаз К красному Больше всех Потому что Вот эта атмосфера Она поглощает свет И меньше всего Поглощаются Инфракрасные лучи Инфракрасные Не ультрафиолетовые И поэтому Его дальше видно Почему далеко Потому что Атмосферная Вот эта Обстановка Все Пропускает Эти лучи Дальше всего Чтобы дальше увидеть Инфракрасные Запомните Никто не знает Запомните Андрей Повтори Что я сказал Почему Красный свет Избрали Потому что Пропускается Только Инфракрасный Свет Дальше всего Да Вот эти звезды Почему далеко Видать Инфракрасные лучи Не ультрафиолетовые Ищут Вот узнали один раз Вот уже новинка Для тебя Врасплох Не застанет Мы окружены Тайной И все мы должны знать Дальше Мы во всем Должны Подражать Нашему Господу Христу Смотреть на Него Через Слово Его Чтобы Подобиться Ему во всем Евреям 12.2 Через призму Писания Какой Христос Как Библия говорит Другого нет Все остальное Выдуманное Выдуманное Другого Христа Нет О нем никто Ничего не знает Кроме написанного В Библии О Боге мы ничего Не знаем Ничего Кроме написанного В Библии Все остальное Вымысли человеческие Вот это ты Научиться Должен знать Ты хочешь узнать Какой Бог Считай А Бог любит Грешников Это все Баптисты Пятидесятники Все говорят Бог любит Грешников Приди такой Как ты есть Это обман Бог ненавидит грешника Бог убивает его Его в ад толкает Бог любит грешника кающегося Кающегося Мы спасены Нет, мы не спасены Апостол Павел говорит со страхом и трепетом Совершайте свое спасение Пишет, его надо совершить А как? Мы спасены в надежде Павел говорит Мы надеемся, Господи, на милосердие Твое На заступничество Божьей Матери Святых наших Вот как надо понимать Бог любит грешника, а где это? Бог никого не наказывает Бог говорит, ненавижу вас Ненавижу 15-6 считайте Иеремии Я устал миловать Я поражу вас, это Бог говорит Угроз Божьих Тьма Ты скажи, потоп был, ты веришь? А кто его навел? Сам по себе? Бог А имя ему какое? Любовь И все утонули, младенцы Все, все утонули Ни одной лягушки не осталось Только в ковчеге были Потому что она в океане не может А киты, акулы, их не надо было брать с собой Понял? Бог навел огонь на садомитов А гей-парады сегодня Это приближение генского огня А то есть зверги рода человеческого Мусульмане их сразу уничтожают Гитлер их уничтожал Сталин их преследовал Сегодня раскрыли врата ада Двери Гей-парады Дырявые твари И детей совращают Считай Вон, смотрите, коршун летит Он полетел на добычу Вот представьте У батюшки закололи барана И там выбросили кишки Я, к примеру, говорю Коршун только стал садиться А на него батюшка махнул Но у него дети-то голодные На березе у него гнездо там И вот он теперь, коршун, вернулся и говорит Там дом такой есть Его папа обзовут Злой такой Я для ребятишек нашел корм Так он отнял, не дал мне Сам все ест Требуху эту Я примерно так разыграю Вот его мнение мы можем учитывать Вот, идет и роман к нам Так, считаем дальше Нашел он где мы Давай Евреям 12.2 Взирая на начальника И совершителя веры Иисуса Который вместо предлежавшей ему радости Претерпел крест Пренебрегшим Посрамлением И воссел одесную Престола Божия Смотри, она уже уснула Держи ее Не спать не надо Наш Господь Сразу после крещения Как говорит Матфей Начал проповедовать Мы дети его И если мы искуплены им То не должны никого на земле Слушать так, как нашего спасителя Не упади Мне не нравится Ты далеко ушла Перейди туда дальше Если нас Не учат в храме Евангелию То мы обязаны Изучать его самостоятельно По толкованию Святых Отцов Видите как Изучайте, притом Самостоятельно Нужно Заходи Нужно Собираться Перелазь Вместе с Единоверцами Читать Слово Божие С толкованием Блаженного Филакта И жизнь наша Будет стремиться Идти По Евангельскому Пути Так Наши планы Ты готовишься К окрещению Так Готовишься К окрещению Так К окрещению Четыре человека Которые Остальные Звонили Вчера мне Всем отказали Проезда нет Первый год У нас такое Сумеют пешком Дойти Пешком можно дойти Кто-то еще будет Нет Значит нет Остальные В другое время Или как-то Поэтому мы проводим Здесь беседу Вопросы задаем И батюшке даем Рекомендательные Кто сколько проголосовали Обычно из Барнолова Приезжает нас 80 человек Церковно-приходской совет Нынче по-другому И поэтому мы решили Провести Это Совещание Как сказать Заседание Собрание Попозже Пригласить Может из деревни Членов приходского совета Надо Вопросы чтобы задали Мы батюшке даем Вот этот Проходит Все проголосовали Другие нет Рекомендательный характер Запомните Батюшка может поступить Только так Как он пожелает Не мы допускаем Священник Но мы даем рекомендацию А если он с вами Будет не согласен Ну Не посчитайте За грубость Я скажу Пожалеет У нас это было Будет А он сказал Да я пренебрегаю Но батюшка наш не такой Он ни разу не пренебрег Ни разу Была девушка одна Она у матушки там помогала Батюшке понравилось В хорошем плане Студентка была Ну Ну все в порядок Но мы проголосовали Ее не допускать Она еще была не готова Батюшка сказал Это вы делаете так Как Игнатий вам сказал Так вот сегодня Напишите Все не советуясь с ним Я тогда сказал Объявляю выходной Так идите В разные места С друг друга Вот смотрите летят Вы знаете кто это летят По всей вероятности гуси Глянь как это Раз два три Четыре Пять шесть Семь Восемь Девять Десять Наша мама говорила Считать нельзя Учила так Это если ты считаешь Говори ни один Ни два Ни три Ни четыре Иначе твою память унесут Память И мы тогда считали Так и верили Гуси мою память заберут Вот десять Это пять пар Интересно Поровну Вот Никакого воробья Пятьдесят самцов И одна самочка Тут война все время у них идет Так вот я хотел спросить Ты имел дело Валить деревья Опыт такой Давно Ну значит сейчас поедим И сразу уходим В лес До обеда поработать надо Сейчас заканчиваем Мы закончили все Вот скажите Вы Верите нет Что вы все умрете Или ты бессмертный Андрей Умрешь Интересно Я стал это спрашивать А у Вали Кирилл Маленький был еще И ты Кирилл Умрешь Я Никогда Только сказал И бряк И упал Я не знаю Из печки Или откуда И заорал Ты баку убийца Сейчас Тут же прям сразу Хлопнулся Вот и все Все смертные Потому что В Адаме все умирают Так написано А во Христе Все оживут Так я спрошу Кое-кого Андрюша Тебе не огорчительно Что я тебя отправлю домой Нет И тебе будет отказано На следующий год Но ходатайство Двух священников Дверь откроет Выходите в церковь Православную Мы к себе Никого не тянем Ты понял меня? Нет значит Нет Потеря невелика Будет в лагере Потому что Ты создаешь мне Просто Неразгаданные Вопросы Так Мы сейчас поднимаемся Ты Володя Вперед проходи Спереди Сбоку Идем волчим следом Волчь это след След Посмотрите Где я вступаю И вы вступаете Следующий за ним Вступай туда Кто перед ним идет Чтоб было трудно Определить Сколько человек идет Ты не упадешь? Нет Так Перелазь Мы уходим сейчас Чуть-чуть остановимся Сразу там Помолимся И за стол Мы уходим Так Не забудьте От оборотов Проходите Володя на веревочку Мою возьми кепку Мою возьми кепку Ты как Идешь Спасибо Спасибо Внимание Первый идет Сергей Павлович И Люд Я последний пойду Наличай Я сюда стыкать Вот так Так До домой не дойдешь И сразу бегом Иди 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 Где мужчина Где вам беги Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры делал DimaTorzok Каплан Это развязало руки Субтитры делал DimaTorzok В Нью-Йорке Бен Ладен Это их инструкция Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А для чего? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тем более Дворкин Еще в январе у них рождественские были чтения И против меня они выставили человека И в конце Надо впадать против лагеря в Роснадзор Вот откуда идет И как они загалдели? Сергеянцы Это предатели сплошные Они без власти мирской Ничего не могут делать Это безбожная организация В общем В самом большом плане В интернете везде называют Самая большая секта Это московская патриархия И они мгновенно властям написали Чтоб лагерь уничтожили Зимой еще Уже Роснадзор получили Теперь письмо это всплывает И мне говорят В интернете Это они А они вот Которые дальше идет сейчас Это там По Тимошкиной матери Запрос был А это теперь они А нам что делать? Молиться Лагерь будет существовать Они сейчас Против меня все бросили Уже в суд дело передали Там Ну интересно Сказали в Мамутцовском районе Суд Там и Мамутский район Отказались принимать Действие-то И никто не знает почему Мне звонит адвокат Который прямо все это знает И говорит Мамутцовский народный суд Район Отказался ваше дело рассматривать За нами нет ничего Вы все время молитесь Об этих людях Это жалкие несчастные люди Им дали зарплату И сказали Уничтожать лагеря Игорь рассказывает Табунах там озеро Большое какое-то Красивейшее такое место Детский лагерь Но к нему надо подвезти Чтобы вода была В бочке Привозить нельзя Все Лагерь закрыт Я только получаю Известие Сколько лагерей закрывают А где дети? Нигде А теперь они болтаются И девочек Мальчиков насилуют Наркоманы растут То есть это главная цель Вышибить их отсюда Чтобы вы никому не нужны были Вот тогда ты Максим Получишь свое По полной программе В подвале где-нибудь Тебе этот лагерь не нравится А я сейчас вас спрошу Кто в этом лагере был Хотя бы неделю Поднимите руку Но которые не были недели Спрашивать не надо Они еще ничего не узнали У нас акклиматизация Здесь две недели Так И кто был две недели Кому не понравилось В лагере Он не хочет приезжать Вот и результат Не отказано Нынче сильно звонила Тимошина мама Чтобы его в лагерь не брал Я говорю Я ему не отказал Я не могу Отец привозит На каком основании Я откажу ему Ему не отказано Такой ребенок Мы с ним занимаемся У нас неплохие отношения А почему я должен отказать? Вот ему отказано Отказано Я сказал сегодня кому Отказано Но если И все Оставляю лазейку Два священника Если походотайствует Скажут Он изменился Возьмите его в лагерь Тогда возьму Опять Кожу на лице Рот к ушам Зачем? Уже не один раз Об этом говорил Не делай этого Ты скажи свое лицо Платочки Ксюша Лягушку понеси Вон на березу Виси Так у кого нет Выходи сюда Выходи сюда У кого платочка нету Так Не надо этого Не надо Не надо У них сами Значит бежать Кто ему покажет Куда бежать И что делать Кто быстро бегает С ним есть и сбегать Ты бегал уже? Все Пошел И начнешь Листик сорвать надо И клоточки ему дашь И начнешь Лягушку Так лягушка Смотрите Подождите Маленька Вот это Сейчас работа Так у кого нет Жаль Никита Ну-ка и сюда Это сейчас работа Я ее хотел жарить Хотел жарить А потом Ну я ее вот так вот Так ты ее задавил Или живьем Жарить Нет Я ее сначала Задушил Задушил Папе покажешь Скажи Я уже охотник Достойный Папа Если заболеешь Я прокормлю тебя Так Куда ты положишь Чтобы никто не трогайте Так За стол А вы бегите С этим дальше Бегите 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 Виталик Иди за стол Я знаю Ты сейчас вернешь в туалет В туалет Чтобы никогда не ходили при детях Сморшился И за стола Только туда Где он встать Никуда не улизывай Ты меня Достал уже Как только идти Так тебя нет Я за тебя Оттрачил Драгоценное Рассаживай Ему никто назначен Скажи у меня такой вопрос Дети которые в горшок ходят Они сами его выливают А не выливают его Конечно Надо их заставлять Ну на скайп Что-то у тебя зашел Там такой запах Они целую ночь Ведро дуло И походу Его никто не вынил И они все не обмыл Они ленятся Я даже не знаю кто это Кто с нами спит Они по очереди Они по очереди должны Девочки а что стоите Дежурные Так внимание Вы знаете Вы знаете наш лозунг Россия должна встать Россия это мы Вот так руку нужно поднимать А он не смотрит Смотри внимательно Вот так вот Кулаком вперед И будете кричать Так внимание Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня грешного Аминь Будете есть Давайте наш лозунг Россия волна встать Россия это мы Замечательно Ну давайте Россию кормите Святая вода Помаленьку берите А мне кастрюлю тяжело нести Святой воды Давай всем Все мальчики берите Брат помоги А ты не введи сперед Кастрюлю помоги Я же тоже не могу На каждом разном Ложки дайте Маленьких девочек На кухню подойди А что у них хлеба нету Слушай У Тимофея Ну и тому кто тер И у тех хлеба нету Он на последнем стол Надо хлеб нарезать Ну все Я ушел Слава Христа Слава Христа